Нужно несколько еще, может быть, раз напомнить о том, что изменился закон Московской области, где, в общем-то, законодательно было принято решение о том, чтобы две должности и главы города, и руководство администрации совместить в одно, после избрания уже на конкурсе, на который, в общем-то, мы ждем в ближайшее время. И, соответственно, теперь я принял для себя решение пойти на этот конкурс и на время занять должность руководителя администрации. Что касаемо сегодняшних решений, то сильно, в общем-то, никаких там кардинальных решений не произошло, кроме как у нас, в общем-то, вернулось управление делами администрации, структуру которой вошли существующие там организационные отделы, информационно-аналитические, и отдел по работе с обращениями граждан, вот, что дало появление всего-навсего там одной должности, которая перешла из структуры администрации. Мы направляем решение Совета депутатов в администрацию губернатора. Губернатор принимает решение по половине, персональным по половине комиссии, которая будет предлагать Совету депутатов кандидатуры для уже избрания на должность главы и руководителя администрации в одном лице. В соответствии с законом и уставом это будет новый срок пять лет. Как только нам поступит от губернатора его кандидатура, мы на Совете депутатов примем решение по своей части комиссии. И дальше работа конкурсной комиссии. Ну, как правило, это происходит где-то от двух до четырех месяцев. Честно скажу, я об этом не думал. Почему? Потому что на предмет того, чтобы я остался в администрации, это уже будет принимать человек, который победит на конкурсе, станет главой. То есть в зависимости от того предложения, которое будет сделано, я буду рассматривать. Если говорить о трудностях, то главная трудность – это решиться на этот подвиг. По-другому я не назову. Все люди, которые принимали в этом участие, всем, безусловно, огромное спасибо. И общественный совет при Министерстве ЖКХ, который принял решение, как они тогда сказали, полгода назад, помочь городу Орехово-Зуево. Для нас это была такая не совсем понятная фраза. И выбрали вот такую площадку, вы помните, заросшую деревьями. Непонятно, что там за этими деревьями. Плюс, откровенно сказать, такие запахи здесь не очень витали. И, что называется, тогда мы, конечно, испугались поначалу, как это все будет возможно сделать. Но в итоге команда сработала. Сделали сегодня, мы видим результат, который, по-моему, не требует каких-то комментариев. Я считаю, что это очень успешное событие для всего города. Здесь вы видите, что растения есть и долголетние, и многолетние, и есть, конечно, временные. Но те, которые временно, их не станет долголетние, будем стараться поддерживать должным образом. Мы, значит, предложим на следующий год всем муниципальным предприятиям, учреждениям, да и просто жителям города провести, в общем-то, конкурс по отбору той или иной площадки. И самим создать, также здесь, ну, какое-то проведение творчества, создать красоту. Вот, рассчитываю, что после нашего, что называется, первого шага показать, как это может быть, мы, я рассчитываю увидеть, также, в общем-то, обратную связь с жителями, чтобы они также частичку своего труда, частичку красоты оставили в городе. Вот, ну, если говорить по дальнейшей перспективе, то, конечно, мы рассматриваем возможность в дальнейшем реализации программы в городе по строительству велосипедных дорожек. В первую очередь, конечно, начинать с таких вот зон отдыха. Вот, но здесь пока места для велосипедной дорожки не так много, это если рассматривать, то вкупе уже с и парком Победы, и так далее. В само время подготовки активной фазы и проведения фестиваля, вы знаете, здесь была охрана, это дорогостоящие мероприятия, мы, ну, что называется, не считаем себя глупее других, да, когда и в интернете выкладываем, и сами все видим, получаем там комментарии, вот, надо нанять охрану, и так далее. Все стоит денег. Слушайте, ну, мы сами сватим платить налоги в бюджет, чтобы их расходовать на охрану от себя же. Ну, глупость какая-то полнейшая получается. Вот, поэтому мы установили камеру видеонаблюдения, вон, на доме напротив она висит. Значит, все случаи кражи зафиксированы, материалы переданы в полицию. Полиция занимается, в общем-то, разыскными мероприятиями. И мы планируем в ближайших выпусках средств массовой информации разместить, в общем-то, эти записи, либо фотографии вот этих вот героев. Есть программа, которую мы реализуем с прошлого года на территории города. В том году мы благоустроили 30 дворовых территорий. Это 10% от всех дворов, которые у нас есть. И в этом году также у нас по плану 33 дворовые территории. Значит, мы порядка 10 дворовых территорий ведутся работы где-то с большим результатом. Где-то, в общем-то, немножко есть и еще отставание. Значит, здесь важно сказать, что из самых затратных работ это, конечно, асфальтобетонные работы, то есть дороги, парковочные карманы, это там, где возможно тротуары, затем это детские игровые площадки, места отдыха, контейнерные площадки где-то восстанавливаются, где-то будут устанавливаться новые освещения. Так вот, чтобы выполнить комплекс весь этих работ, необходимо провести несколько былых конкурсов. То есть по дорогам конкурсов по 10 дворам были проведены, по остальным сейчас, в общем-то, также объявляются, будут проводиться. И по детским игровым конкурс недавно прошел, но сейчас начинают устанавливаться. Даже если говорить о детских игровых площадках, то здесь тоже они идут по двум, в общем-то, программам. Первая – это по нашей муниципальной программе детские игровые площадки от 100 до 200 квадратных метров. И также, в общем-то, три будет губернаторские площадки, как и в том году, установлены по губернаторской программе. По губернаторской уже в двух дворах площадки поставлены, это на Беляцкого 5, где большой достаточно двор, включающий в себя и улицу Парковскую 9, 9А, 9Б, там, вот, большой. И также это на набережной стоят, где стоит детская площадка, набережная Северная. Общая картина сегодня, да, еще пока, скажем так, незавершенная. Почему? Потому что где-то уже дороги сделаны, где-то еще не сделаны, но разобраны. Естественно, чтобы площадку поставить, нужно сначала подготовить место, да, убрать, демонтировать старую непригодную. В этом году приняли решение, значит, там, где мы ставим детские площадки, где все это делаем, еще и сделать грядирование грунта, то есть выровнять вот эти все затоптанные участки и где-то даже и отсыпать еще земли немножко для того, чтобы потом там озеленение восстановить. По современным стандартам все детские грядовые площадки должны иметь мягкое покрытие, вот, но мягкое покрытие, оно бывает двух видов. Бывает вот это вот резиновое покрытие и также песок с мелким отсевом гравия, да, то есть, ну, тот, который бы не повредил. Все, как всегда, упирается в деньги. Конечно, резиновое покрытие, оно гораздо дороже, потому что под него делается еще бетонная подготовка. Больше детей не пойдет точно во вторую смену учиться, то есть, нами было создано дополнительные 250 где-то мест при лицее и порядка 150 мест дополнительно в шестой школе. Но почему я так аккуратно сказал, что не пойдет больше, потому что учеников у нас стало больше в этом году, больше и первых классов, потому что как раз начинается, вот, подходит к семилетнему возрасту те ребята, которые вот начали рождаться уже демографический подъем, так назовем. Вот, касаемо наших планов, мы с формированием земли закончили по четвертой школе в Воронцовско-Пролетарском микрорайоне. Вот, сейчас занимаемся подготовкой к тому, чтобы, в общем-то, заняться проектно-сметной документацией на пристройку. В центральной части сложнее. Нам нужно либо построить несколько пристроек, начиная с 16-й школы, потому что она самая перегруженная, либо решать вопрос о строительстве новой школы. Здесь у нас самая главная проблема – это отсутствие места, которое могло бы разместить школу. Если говорить о дошкольном образовании, то там, по большому счету, у нас все достаточно неплохо. Есть, в общем-то, мои пожелания, которые я высказал на встречу руководителям о том, чтобы они больше какие-то новые вводили инновации в дошкольное образование, чтобы занимались и подготовкой детей к школе еще более внимательно, занимались и их, в общем-то, физическим воспитанием, уделяли этому внимание. То есть, дети не просто, что называется, время пробовали в детском саду, а чтобы они постоянно были в активных занятиях, будь то образовательных, будь то спортивных. Со школами несколько сложнее, потому что я, во-первых, принял для себя решение, в апреле месяц проехал практически все школы. Я проводил, ну, так называемый, открытый урок с старшеклассниками, это преимущественно выпускники 11 классов. И, честно сказать, общая картина меня не очень порадовала, потому что, если ребята, да, и обладают знаниями, знаниями тех или иных предметов, то вот этот сам подход сегодня к образованию в плане ЕГЭ, да, то есть он их, ну, скажем так, не дает им возможности раскрыться до конца. То есть они как-то стесняются выражать свои мысли, отстаивать свои мысли. То есть вот эта тестовая система, она, ну, несколько меня лично расстроила. С одной стороны, у нас нет ни одного двоечника, у нас все сдали, у нас есть 6 человек, которые стобальники, 67 медалей, медалистов, вот, но нет предела совершенству. Вот, да, у нас все получили по обязательным предметам выше среднего, там, балла, но по прошлому году мы понимаем, что, в общем-то, мы не в лидерах. В данном случае образовательный процесс, я считаю, что это идет от учителя, от руководителя школы. Мы опубликовали результаты единого государственного экзамена всех школ, кто как сдал. Почему? Потому что я хочу, чтобы все заказчики этой услуги, ну, родители и ученики, понимали, на каком месте, какие знания дает та или иная школа. Задача была поставлена начальнику управления образования провести аттестацию учителей, которые в первую очередь преподают старшеклассникам, понять, а где же они-то находятся, делясь своими знаниями. Вот, здесь есть на меня обиды, я знаю, но когда губернатор нас, в общем-то, периодически приглашает на семинары, где мы обучаемся эффективному управлению, он сам лично находится с нами всегда от начала до конца и говорит о том, что ни в каком возрасте не нужно стесняться учиться. Чтобы быть современным руководителем, нужно всегда двигаться вперед, всегда познавать что-то новое. Мир-то меняется. Плюс я дал поручение начальнику управления образования более внимательно подойти к набору учеников в 10 класс. Это объект, который, в общем-то, вызывает тревогу и у меня, но тревогу лишь только в той части открытия именно 1 сентября, открытия не юридического, а открытия физического. То есть, я думаю, что юридически мы подойдем к открытию, потому что мы уже зарегистрировали новые учреждения образовательные, муниципально-дошкольное учреждение номер 17. Сейчас в детском саду завозится грунт для внешнего благоустройства, забор полностью сделан. По внешнему периметру заканчиваются работы подделки цоколя плиткой уже. И внутри на сегодняшний день, я там был два дня назад, полы практически все готовы к устройству ламината, где это по проекту есть, и к устройству линолеума, где, в общем-то, другое. Потолки практически все уже покрашены. Стены также на 95% уже в один слой покрашены. То есть, второй слой, он остается на чистовую отделку, потому что, ну, когда работать, все равно можно испачкать и так далее. В технических подмещениях, где плитка, тоже уже объем достаточно серьезный положен, там остаются, ну, по мелочам какие-то, в общем-то, наработки. Потому что, исходя из того, что мелочи – это самое всегда неприятное, да, и мне незаметно, но вот есть риск, что мы можем там, ну, условно, не 1 сентября открыться, там, а к середине сентября. Вот. Но нас это не сильно в городе тревожит сегодня. Почему? Потому что у нас нет очередности детей. То есть, все дети от 3 до 7 лет будут в детские сады устроены. Нас не может не радовать, что количество желающих ходить в муниципальные учреждения дополнительного образования, таковых у нас, так, на память 3, в которые родители с большим удовольствием детей отправляют. Вот. И сегодня у нас начинается, в общем-то, переполняться эта секция. Вот. По закону об образовании мы должны предоставлять эти услуги бесплатно, но когда ребенок ходит в одну секцию, это уже есть предоставление услуги. У нас наша задача – втягивать, привлекать как можно больше детей в эту, в общем-то, сферу дополнительного образования. А те дети и их родители, соответственно, которые хотят посещать 2-3 кружка, им будет, ну, как вероятность, будет предложено в дальнейшем оплачивать. Но это вопрос не сегодняшнего дня. На сегодняшний день, то есть, те кружки, которые сформированы, у нас есть понимание, что мы готовы всех принять в рамках нашего муниципального задания. Я считаю, что в этом году, как никогда, мы идем в срок положенный, да, есть некая дорожная карта, как мы должны к 15 сентябрю подготовить все дома 100%. На сегодняшний день из 798 многоквартирных жилых домов около 500 домов подготовлено. То есть, это порядка 62%. То есть, здесь идет в срок. Здесь важно, что это, чтобы эта информация была объективной. То есть, если бы об этом сказала только, например, управляющая компания или ТСЖ, это одно. Но когда это подтверждено актом теплости, который принимает дома, эта информация становится объективной. Что касается наших коммунальных предприятий, я знаю, что электросеть Орехово-Зуевская, там у нас всегда порядок, там, в общем-то, уже были все необходимые проверки. Что касаемо теплосети, они ведут сегодня такую скрытую работу, нас не уведомляют о том, что у них происходит. Ну, вот по моей информации, что называется, недокументальной, да, около 150 нарушений Ростехнадзор, это контролирующий федеральный орган, у них выявил. То есть, дал им время сейчас на устроение. Мы уже получим ближе к осенью или даже с самой осенью акт, где будет у них допуск к зиме или не будет. С водоканалом тоже пока бумаг не поступал. Я знаю, что занимаются там пока в рабочем порядке. Но мы поварим, видим, что там, скажем, не так нас сильно на сегодняшний день это успокоит. Вокзал подтопляется уже десятилетиями. И чем больше там наводится порядок, чем больше там укладывается асфальта в ручатки и талии, воды становится больше. Почему? Потому что не увеличивается водоотвод, да, появляя, ну, то есть все места, куда вода могла бы уходить в грунт, они закрываются. Значит, улица Ленина достаточно старая, там ливневка имеет очень низкую пропускную способность, часто засоряется, потому что наши, на улице Ленина очень много там и предпринимателей, и все такое, они очень часто сбрасывают туда, в общем-то, все подряд. Поэтому ее необходимо постоянно промывать, прочищать, эти случаи бывают. В нашем городе другая самая главная проблема в этой части. Это то, что у нас в некоторых районах, таких как, например, Вранцовско-Пролетарский, таких как Новый район Северный, вообще нет ливневок, вообще нет ливневок. И отводить воду некуда. Когда плотная застройка, например, на улице Северная, девятиэтажные кругом дома, тут кругом вот эти вот тротуары, дороги и так далее, и так далее. Детские какие-то игровые формы. Воду, когда нет ливневки, воду, кроме как на грунт, отвезти больше некуда. И, конечно, чем мы больше сейчас там отремонтируем дорог, поставим бордюры, то эта проблема усугубится. Но мы не можем сегодня, скажем, там, перерыть весь город, переложить ливневки. То есть сегодня это нам и финансово не по плечу, и многие другие причины. Также Вранцовско-Пролетарский район. Мы сегодня начинаем ремонт там улицы Пролетарской, да, начиная от улицы Лапина и практически до университета нашего будет ремонтироваться. Но то, что на обочинах вода, этот вопрос пока не решится. Потому что Богатырев сток был успешно завален, когда строили вот эту вот часть ОМОН. Касаемо кинотеатра «Родина», кинотеатром, наверное, его уже сложно назвать. Мне сложно комментировать, он в частной собственности. Собственник сегодня уволен делать с ним все, что угодно. Ни в администрацию, ни в правительство Московской области от собственников обращения о реставрации, реконструкции, каких-то там ремонтах, перепланировке, изменении вида назначения земли не было. Поэтому сказать не могу. Касаемо торгово-развлекательного центра «Аквилон», значит, собственник компании «Атлантис» с нами в контакте. Они занимаются сейчас проектными работами. То есть у них в планах сносить это здание существующее. И на его месте, только гораздо больше, то есть вместе с парковкой, строить новый торгово-развлекательный комплекс. современный, с стоянкой уже внутри, ну, в цокольном этаже. Определено художественным советом место. Это на улице Сава Морозова, рядом с администрацией мостом, бывшим пешеходным. Значит, по расчету скульптора, там необходимо порядка собрать 800 тысяч рублей. По последним данным, которые у меня были, где-то порядка 600 тысяч рублей собраны. Обращаюсь также ко всем, что все, кто любит наш город, все, кто любит ту архитектуру, которую Сава Тимофеевич, в общем-то, внес в город, кто пользуется и нашим зимним театром, прошлом, народным, и первой советской больницей, либо учится в университете, либо просто наслаждается красотой его вот этого старого корпуса, так назовем. Он, конечно, могут поучаствовать. Счет открыт на имя главного режиссера Театра почетного гражданина города Геннадия Александровича Каретникова. То есть мы ему художественный совет, мы ему доверили сбор средств. Первый шаг я сделал сам, отдав полностью свою месячную зарплату на то, чтобы, в общем-то, бюст Сава Тимофеевича Мороза в городе был. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова